Алексей Ильич Осьпов, Жизнь с Евангелием, глава восьмая, 4 стих. И говорит ему Иисус, смотри, никому не сказывай, но пойди покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, воссвидетельствуй им. Слова «никому не сказывай», которые в разных вариантах постоянно звучат из уст Христа, указывают на одну из важнейших характеристик истинной святости – глубокое смирение, скрывающее свои добродетели. Святитель Игнатий предупреждал, добрые дела наши должны быть сокрыты не только от других человеков, но и от нас самих. Аскетические опыты, том 1, глава 48. Игумен Николай Воробьёв даже так писал. «Мерой духовного роста человека является во смирение. Чем выше духом человек, тем он смиреннее. И наоборот, чем смиреннее, тем выше». Ни правила, ни поклоны, ни посты, ни чтения Слова Божия, а смирение приближает человека к Богу. Без смирения все даже величайшие подвиги не только не полезны, но могут и вовсе погубить человека. Сам Спаситель призывает всех научиться от Него смирению, ни посту, ни молитве, даже не любви к ближнему, а смирению. Нам оставлено покаяние. Письмо 192. Далее Христос говорит исцеленному прокаженному. «Но пойди, покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей во свидетельство им». Этим повелением Господь, во-первых, призвал его благодарить Бога, во-вторых, исполняя церковные правила. Неблагодарность является одним из самых низких поступков, а искреннее благодарение свидетельствует о нравственном здоровье человека и научает его о начало смирения. Исполнение же церковных правил дисциплинирует и способствует жизни по западям Божиим. 8 глава, 8 стих, 10-12 стих. «В сотнях же, отвечая, сказал, Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой. Но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой». Услышав сие, Иисус удивился и сказал удущим за ним, «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Яковом в царце небесном, а сыны царства незвежины будут во тьму внешнюю, там будет плачет скрежет зубов». Господь удивился словам сотника, который, скорее всего, был язычником, удивился смирению, так резко контрастировавшему с поведением окружавших его евреев, видевших себя избранниками Божиими и гордившихся этим. Поэтому Господь часто с гневом обличал в неверии, в упорстве и жестокосердия фарисеев, книжников, священнослужителей, исказивших смысл избранчества. Избрание рода Авраама, Исаака и Якова состояло в том, чтобы он был примером святой жизни и истинной веры для других народов, не получивших такого откровения, и подготовил их к принятию Мессии Спасителя мира от неправды, разращения всякого греха. Научитель еврейского народа вместо того, чтобы со смирением и ревностью исполнить порученные им от Бога послушания, возгордились своим избранием и учили о превосходстве евреев над всеми народами. Игумен Никон Воробьев писал, фарисеи считали себя чадами Авраама, несомненными наследниками Царства Божия, а Господь назвал их чадами дьявола и осудил, если не покаются в Гиену. Нам оставлено покаяние, письмо 71. Апостол Павел объяснил, что с пришествием Христа наступил конец светско-заветного закона, потому что конец закона Христос к правильности всякого верующего, послание к Римлянам, 10 глава, 4 стих. И уже неплодские дети, судь дети Божии, послание к Римлянам, 9 глава, 8 стих. И семья Авраамова, послание к Галатам, 3 глава, 29 стих. «Богоизбранным народом истинным Израилем стала не нация, не плоть и кровь, а церковь Христова, которая национально и включает в себя людей любой расы и нации, которые стремятся к святости, любви и истине, следуя учению Христова благовестия. Она, согласно апостолу, есть род избранный, народ святой, люди, взятые в удел». Первое послание Петра, 2 глава, 9 стих. «Именно эти люди с востока и запада возлягут с Авраамом, Исааком и Яковом в Царстве Небесном, а сына Царства извержены будут». 17 стих. «Он взял на себя наши немощи и понёс болезни». Эти слова пророка Исаия, 53-4, предуказывают на центральную истину христианской религии – спасение человечества, совершенной подвигом Господа Иисуса Христа. «Он взятый на себя в воплощении смертную, тленную, болезненную, страстную человеческую природу, исцелился своими страданиями и воскресил». Как писал преподобный Никита Стефат, «И так, возобновив в себе всего человека, сделай его новым из ветхого». Таким образом, слово священно действовало в себе наше воссоздание. Евангелие от Матфея, 1 глава, 2 стих. 22 стих. «Предоставь мёртвым погребать своих мертвецов. Мёртвыми названы здесь те, кого не беспокоят вопросы о смысле жизни, о душе, о Боге, кроме заботы, что есть, что пить и во что одеться». Евангелие от Матфея, 6 глава, 25 стих. «Каковы причины этой мёртвости? Главной из них заключается в порвочении человека тому, о чём Господь Бог сказал перед потопом, «Не имать, Дух мой, пребывайте в человеческих сих во век, за не суть плоть». Бытие, 6 глава, 3 стих. «Христос разъяснил это, смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением пьянством и заботами житейскими». Евангелие от Луки, 21 глава, 3, 4 стих. «Не можете служить Богу и мамуне». Евангелие от Луки, 16 глава, 13, 14 стих. 26 стих. «И говорит им, что вы так боязливы, маловеры. Господь укоряет учеников за то, что они, слышу Его твёрдое уверение и волос головы. Ваше не пропадёт терпением вашим спасать все души ваши». Евангелие от Луки, 21 глава, 18, 19 стих. «Видя Его бесчисленные чудеса и божественные знамени, тем не менее, испугались». Этот евангельский случай описан для научения всех верующих, ибо подобное маловерие случается часто. Забыв, что в нашей жизни нет случайностей, ничто не происходит без премудрой и благой воли Божией, которая не может допустить и малейшей скорби человеку без крайней необходимости, он в трудные минуты жизни впадает в страх уныния и отчаяния. «Необходима твёрдая вера словам Христовым, не оставлю вас сиротами». Приду к вам. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 18 стих. «Я с вами во все дни до скончания века». Евангелие от Матфея, 28 глава, 20 стих. «Но она приобретается трудом и даёт христианину мужество, силу и радость в перенесении испытаний». Игумен Никон Воровов писал, «Поверьте, что в каждый миг Господь хочет вам дать величайшие блага, но вы не можете их принять без вреда для себя. А что можете принять, всё он даст». Нам оставлено покаяние, письмо 164. 29 стих. «И вот они закричали, что тебе до нас, Иисус, Сын Божий, пришёл ты сюда прежде времени мучить нас. Прежде времени, то есть Господь, связал этих бесов, разрешив пойти лишь свиней, прежде своей крестной жертвой победившей ад. После же воскресения демоны потеряли насильственную власть над людьми. Теперь только сам человек, принимая их искушения, даёт им власть над собой. Святые пишут об этом с полной определённостью. Святой Исаак Сирин, Господь не позволяет, чтобы к твари его приближалась власть демонов и людей и исполняла на ней волю свою». Слава подвижнические, слово 31. Преподобный Антоний Великий, «Бог благ и только благое творит, а мы, когда бываем добры, то вступаем в общение с Богом, по сходству с Ним. А когда становимся злыми, то отделяемся от Бога, по несходству с Ним. Живя добродетельно, мы бываем Божими, а делаясь злыми, становимся отвежными от Него. А сие не то значит, чтобы Он гнев имел на нас, но то, что грехи наши не попускают Богу высиять в нас, с демонами же мучителями соединяют. «О доброй нравственности и святой жизни» Глава 150. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова